Ну что ж, уважаемые зрители, у микрофона Денис Мартынин. Мы продолжаем трансляцию. Что мы видим во втором бою сегодняшнем? Синий угол, Махмут Мусалов. Имеет трек от 1 победы, 2 поражения. Чемпион Кубка Черного моря по ССБ, как вы слышали. Угол красный, Георгий Гурбатов. Это дебютант. Но по любительским достижениям, достаточно внушительный. Должен обладать хорошей стойкой и борьбой. Что и делает, он подтверждает. Борьба на сегодняшний день для него техника знакомая. Проводит тейкдаун и пытается занять позицию. Переходит на сайдмаун и пытается зайти сверху на фумаун. Но Махмуд Мусалов встает. Неуспешно попытка прошла Махмуда. Георгий Гурбатов продолжает работу в партере. Сверху. Обходи, хорошо, не слыши. Контроль, контроль, контроль. Не слыши, бить, бить. Корпус, голова. Корпус, голова. И внимательно вверх, место. Внимательно ногу готовить. Да, да, туда, входи, обходи, обходи. Контроль ног. Такая подготовительная работа, она очень кропотливая здесь. Тело находится в постоянном статическом напряжении. Партер выматывает. И здесь каждое движение должно быть, скажем, энергия на счету. Каждая потраченная калория. Здесь надо ее экономить, эту калорию, эту энергию. Потому что человек только начал бой, скажем, всю дистанцию пройти. Надо силы сохранить. А в партере работа выматывающая. И создать какую-то выгодную позицию. Вот как сейчас пытается сделать Махмуд. Махмуд не дает руку. Он пытается встать. Георгий пытается провести какой-то прием. То есть, допустим, забрать руку. Бойцам нужно проявлять активность, как мы понимаем. Но очень грамотно, выйдя на мост. Махмуд резко переводит бой в стойку и проводит атаку. Георгий далеко не отпускает Махмуда. И похоже на то, что Махмуд захватил шею через руку Георгия Курбатова. И пытается воспользоваться этим преимуществом. Провести удушение. Но с этой позиции это мало вероятно, конечно. И опять на пол переводит Георгий Курбатов к Махмуду Мусалова. Но шея продолжает находиться в захвате. И он выходит из захвата. Теперь Махмуд Мусалов перешел в маунт. Нет, еще не перешел в маунт. Эффективные атаки. Очень эффективные. То есть добивание, видно было, отрабатывалось. И эта техника эффективно проводится. Махмудом Георгий отдает свою шею практически постоянно. Может ему не страшно удушение, мы не знаем. Мы увидим сегодня. Есть бойцы, в шею которых очень сложно. Очень сложно, задушительно. Видно так, что Георгий Курбатов уже пропустил достаточное количество ударов. Кажется, что ему тяжело уже сейчас. А ведь первый раунд еще не закончился. Также мы видим, что в гран-при, это второй бой гран-при. Формула боя все-таки у нас два раунда. То есть отборочные бои, а не двухраундовые. Приближается последняя минута поединка. И Георгий Курбатов пропускает удары. Падает на пол и продолжает пропускать удары. По-моему, Махмуд имеет явное преимущество. Он забирает как минимум этот раунд по очкам. И близок к тому, что закончить даже поединок, если еще какие-то удары пройдут в цель. Георгий понимает, что рисковать нельзя. Ему надо заканчивать раунд, чтобы выйти на следующий. Но похоже, что особой сил сопротивляться уже у него нет. Выглядит очень уставшим Георгий Курбатов. Президент чемпиона России по армейскому рукопашному бою. Чемпион Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. Секундант говорит выходить Георгию Курбатову. Но сил не хватает. Ему надо продержаться. Осталось буквально 10 секунд. Махмуд Мусалов продолжает бить и попадает. Как минимум половину ударов попадает. Может быть не в подбородок, но в голову. И что гораздо неприятно. Это накапливается. Этот аккумулирующий эффект уже сказывается. Первый раунд. Георгий Курбатов трудно встает. Ну что ж, мы увидим второй раунд сейчас. Этого противостояния. Хочу сказать, что данная весовая категория многочисленная. Очень хорошая конкуренция. Данное гран-при на участие в данном гран-при изначально являлось более 80 человек. Два из них определилась путем голосования людей, которые желали видеть каких-либо бойцов. Остальные были выбраны президиумом чемпионата. Конкуренция была очень хорошая. Мы видим, что Махмуд Мусалов улыбается. Он готов продолжать в том же темпе. По всей видимости, поединок. Георгий Курбатов ему советует подвигаться. Видим, что пропустил удары по лицу, разбит нос и дышит тяжело. Поджимает, поджимает в угол и встречает снизу. Встречает еще раз, попадает снизу Махмуд Мусалов. Скорее всего, попал, но скользь. А вот сейчас, по-моему, джеб зашел от Георгия Курбатова. Махмуд продолжает прессинговать. Попадает в защиту. Но Георгию уже тяжело дышать. Он стоит в углу и пытается как-то выйти. Сил уже не хватает. Минута раунда прошла. Попадает в корпус. Мусалов, в принципе, выбирает правильную тактику. Потому что сбить дыхание осталось еще чуть-чуть совсем Георгию Гурбатову. И он не уйдет просто от его атак. Хороший уход с контратакой. И попадает еще раз в корпус и в голову. Махмуд Мусалов показывает хорошие навыки ударной техники. Пытается уже попасть даже ногой. Думает, что, в принципе, Георгий эти удары не увидит. Георгий ведет достаточно пассивный бой. На мой взгляд, ему не стоит стоять на одном месте. Хоть и сил, конечно, немного осталось. Видно, по нему он попускает очередной удар в корпус. И приглашает оппонента в партер. Потому что понимает, что ему надо восстановиться. Видимо, там это будет легче сделать. И пытается попасть за шоу за спину Махмуду Мусалову. Но промахнулся. Да, спортсмены устали. Возможно, кого-то сейчас и откроется. Второе дыхание. Например, у Георгия Гурбатова. Махмуд Мусалов, по-моему, посвежее выглядит. И бьет-то посильнее. Это видно. То есть очевидно, что он все еще выцеливает. Выцеливает Махмуда Мусалова. Он не планирует переводить бой. В принципе. В борьбу, в партер. Но ноги уже заплетаются. Что ж, атаку надо готовить. Да, надо заходить. С каким-либо ударом. Вот что и пытается сделать Георгий Гурбатов. Ну, очевидно. С задней рукой опрометчиво не встретил его. Махмуд не смог контратаковать. Но вот здесь в корпус он попадает. Контратака проходит. Теперь в голову. Левый в боковой. Очень даже хорошо. Даже какая-то словесная перепалка вроде возникает между бойцами. Это уже часть шоу, возможно, заготовленная ими заранее. Попытка провести бэкфист от Георгия Гурбатова. А тем временем, последняя минута на подходе. То есть Махмуд Мусалов уже устал. Тоже не рискует, скажем, попусть. И продолжает нагружать корпус. Очень грамотное решение. И попадает, попадает. Тяжело очень Георгию Гурбатову. Забирает бой Махмуд Мусалов. Очевидно, по очкам он доминирует. И в самом ринге. И очки, которые, скажем, за попадание, которые нанес. И еще. И еще удар. Попытка прохода в ноги. Очень неуверенная. И шея. Нет. Уже и нет сил у Махмуда Мусалова душить. То есть, видимо, забился он. Пытается попасть руками. Может, даже и ногой попробует. Мы сейчас увидим. Стоит все-таки Махмуд Мусалов поувереннее на ногах, чем Георгий Гурбатов. Потому и бьет по акцентированию. Ну и последние секунды. Что ж. Сейчас объявит победителя. Судя потому, что мы видели в ринге. Гораздо ближе к победе был Махмуд Мусалов. Боец, представляющий клуб Новороссийск. Точнее, город Новороссийск. Георгий Гурбатов. Моложе к Махмуду Мусалову. Как мы видим. Но его дебют профессиональный. Показывает, что не доработал сегодня. Он все-таки с вносливостью своей функциональной. Да, также можно сказать о том, что Махмуд Мусалов грамотно провел бой. В плане того, что он помог ему потерять эту выносливость. Потому что он нагружал его корпус. Он бил его туда. Потому, потому и, скажем, ближе гораздо был даже к тому, чтобы закончить бой Ям. Заранее. Хочу напомнить вам, что финальный бой сегодняшний состоится за титул. Вакантный, интерконтинентальный титул организации World Kick Boxing. Участники этого боя. Краснодар из Данил Винни и Нижегородец. А в нем пошпорен. Скажем, ребята уже имеющие хороший рекорд. Хороших оппонентов у себя в запасе. Полагаю, будет очень интересное противостояние. Уважаемые дамы и господа, в этом бою единогласным решением судей победу держал Таяц в Синопу Рига Махмуд Мусал.